Так, уважаемые коллеги, ну вот, собственно говоря, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о выделениях. Понятно, что обо всех причинах наличия выделений не успеем просто-напросто сегодня поговорить. И начнем с того, какие могут быть источники выделений при заболеваниях с локализацией в области гениталий. Понятно, что это могут быть отделяемые из влагалища, из канала шейки матки, из уретры и отделяемые с поверхности эрозивно-язерных высыпаний в области гениталий. Есть, конечно же, методические документы, которыми мы должны руководствоваться, когда речь идет о диагностике и лечении заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями. Есть такое международное руководство, ЮСТИ, 2018 год пересмотр. В России есть клинические рекомендации РАК 2019 года, но они пока что еще не носят характера клинических рекомендаций Министерства здравоохранения. Я думаю, что в ближайшее время мы получим уже этот документ. И рекомендации РАК касаются четырех. Диагнозы бактериального вагиноза, аэробного вагинита, трихомонотной инфекции и улевагинального кандидоза. Вообще, на самом деле, инфекционные процессы, которые сопровождаются выделением из гениталий, из половых путей у женщин, в частности, они, конечно, очень интересны, разнообразны. Вот здесь сводная табличка, которая освещает симптомы, клинические признаки части этих заболеваний. И обратите внимание, что когда мы работаем с такими больными, нужно сделать ряд практически обязательных действий. Это не только осмотреть пациента, увидеть какие-то клинические признаки, но и предпринять чисто технические действия. Это измерить pH влагалища, и это поможет в ряде случаев для дифференциальной диагностики провести аминовый тест. Ну и, конечно же, решающим вопросом очень часто оказывается проведение микроскопии, очень часто микроскопии нативного препарата. Начнем разговор с бактериального вагиноза. Это невоспалительный синдром, синдром полимикробной этиологии. И в основе-то его дисбаланс экосистемы влагалища. И вот та нормальная аэробная микробиота, которая продуцирует молочную кислоту и перекись водорода, это лактобацилы. Разные варианты лактобацилы. И которая защищает наш организм, защищает среду влагалища от вторжения чужаков. Она полностью либо частично исчезает и замещается другими анаэробными условно-патогенными микроорганизмами, список которых достаточно большой. Мы все знаем синонимы этого процесса – анаэробный вагиноз, неспецифический вагиноз, лактобациллез, дисбактериоз влагалища, гопнориллез. Ну, устоявшийся термин на сегодняшний день – бактериальный вагиноз. Это наиболее частая причина патологических вагинальных выделений у женщин, у женщин репродуктивного возраста. Но он может быть в более раннем периоде и в более позднем. Настоящая распространенность бактериального вагиноза неизвестна, потому что не регистрируются случаи в официальной статистике. И он может протекать и бессимптомно примерно у половины процентов женщин, у половины количества женщин. Он бывает до 40% у женщин, которые обращаются в медицинские учреждения по поводу ИППП. Он бывает до 40% среди беременных женщин, до 65% у женщин, которые обращаются за гинекологическую помощь, и до 20% женщин, которые проходят регулярные профилактические осмотры и приходят туда без каких-либо жалобов. Бактериальный вагиноз не относится к заболеваниям, которые передаются половым путем. Но есть определенная связь между возникновением бактериального вагиноза и большим количеством половых партнеров, разнообразием вариантов сексуальных сношений. И, конечно же, надо четко понимать, что никакого контактно-бытового инфицирования бактериального вагиноза быть просто-напросто не может. Есть определенные факты риска, ассоциированные с развитием бактериального вагиноза. И, обратите внимание, часть из них абсолютно поведенческого характера. От характера половой жизни до привычек по уходу за своим телом. Вот эти частые влагалищные спринцевания, влагалищные души и так далее. И, конечно же, есть часть таких ядрогенных факторов риска, связанных с развитием бактериального вагиноза. Считается, что гарднерелла вагиналис, которая получает возможность для хорошей жизни во влагалище, она создает оптимальные условия для размножения другой микробиоты. И вот эта кооперация микроорганизмов, это группа товарищей, поселившейся в этом месте, она не просто там поселяется, она формирует в себе очень удобные условия для формирования, она формирует биопленку. А биопленка – это такое очень устойчивое сообщество микроорганизмов, потому что эти клетки, клетки бактерий, вырабатывают матрикс биополимерков, который обволакивает их, соединяет вместе, прекрасно защищает от воздействия самых разных факторов, как внешних, так и факторов иммунной системы. И там есть вещества, которые разрушают чужеродные микроорганизмы, которые разрушают антибактериальные лекарственные препараты. То есть это достаточно умное сообщество единомышленников, которые никого не хотят пускать в свою среду, потому что им здесь хорошо, в них здесь продукты для питания подходящие и обеспечена функциональная стабильность. Никто не хочет уступать свое место. Вот посмотрите, если мы сравним экосистему влагалища в ситуации нормы, здоровья и при бактериальном вагенозе. Понятно, что уменьшается либо полностью отсутствует лактобацилы, что вообще увеличивается содержание микроорганизмов, меняется соотношение анаэробов и аэробов, причем кардинально меняется. Гарднерелла вагеналис практически всегда присутствует при бактериальном вагенозе, так же, как в большинстве случаев мобилинкоса присутствует и мекоплазма хоми, и в большинстве случаев присутствует. И еще один микроорганизм, атакобиум вагина, который на сегодняшний день, наверное, можно назвать таким своеобразным специфическим маркером развития бактериального вагеноза, потому что он даже более специфический маркер оказался, чем Гарднерелла вагеналис, он выявляется методом ПЦР, и, по-моему, один из учеников, профессор Гумберга, написал очень хорошую работу об атакобиум вагина, о их роли в развитии воспалительных процессов у ретро-мужчин. То есть эта ситуация, возможно, грозит неприятностью и для мужчин, которые являются полными партнерами женщин с бактериальным вагенозом. Факторы риска бактериального вагеноза несомненны для осложнений беременности родов, для зонтов после гинекологических вмешательств, абортов, и для развития неоплазии шейки матки, и для заражения другими достаточно серьезными инфекциями, передаваемыми половым путем. Это очень хорошо известно нашим коллегам-гинекологам, они всегда обращают на это внимание. Но что касается мужчин, в принципе, бактериальный вагеноз – это дисбиоз влагалища, поэтому понятно, что диагноза бактериального вагеноза у мужчины быть не может. У мужчин, партнеров пациентов, пациенток с бактериальным вагенозом из уретра, могут выделяться гарднерелла вагенализ, но жить и хорошо себя чувствовать у ретро-мужчины, гарднерелла вагенализ не получается у нее-то. И пищи там для нее нету подходящей, и условия во всех отношениях не подходящие. Хотя в некоторой ситуации вот в будителе микроорганизмы, которые есть у женщин при бактериальном вагенозе, могут вызывать уретрит, баланопастит, но это в очень достаточно редких случаях, и если возникает клинический параллельный ретрит, таких мужчин, конечно, нужно лечить. Мы хорошо знаем клинические признаки бактериального вагеноза, есть субъективные симптомы, наличие выделения с рыбным запахом, дискомфорт во время полового контакта и достаточно редко такие симптомы, как диспоревение, сжение, зут, раздражение. Объективные признаки – гомогенные, жидкие, неприятно пахнущие выделения с пузырьками газа, которые таким сплошным липким слоем покрывают стенки влагалища, объективных признаков воспаления слизистой оболочки влагалища практически не бывает. Характерны спонтанные обострения и ремиссии, и меняется PH. Обязательно нужно при помощи Кольпо-теста смотреть, каков показатель кислотности. Он обычно сдвигается в щелочную сторону, это один из диагностических признаков. Ну и постановка аминного теста, в общем, тоже несложно для того, чтобы подтвердить этот диагноз. Вот клинически это может выглядеть вот так. Думаю, для всех специалистов это знакомая картина. Но, уважаемые коллеги, жалобы и данные осмотра, они характерны, но не специфичны для бактериального генназа, поэтому верификация диагноза строится на основании сопоставления клинических симптомов и лабораторных признаков. А что касается лабораторных признаков, я думаю, что мы все хорошо помним про критерии Амселя. Вот из четырех признаков нужно набрать три. Вы хорошо знаете критерия Амселя, не буду я их повторять. Какие лабораторные методы еще могут быть использованы? Микроскопия нативных либо окрашенных по грамму биологических материалов из шейки матки, из влагалища. Там мы смотрим, есть ключевые клетки или нет. Культуральные исследования, в принципе, не рекомендуются ввиду низкой специфичности. Часто есть бессимптомное носительство Горднерелл. Ну, а что касается молекулярно-биологических методов, они разработаны, и они имеют важное значение, когда мы применяем методы качественного обнаружения Горднерелла геналиса, топобиума, вагина, других вариантов микроорганизмов, методом молекулярно-генетическим, в количественном варианте постановки. Микроскопия уже сказала, что могут быть нативные препараты исследоваться, может, в мозге есть окрашенные по грамму. Мы смотрим там наличие ключевых клеток, клетки плоского эпителия, которые облеплены многочисленными анаэробными бактериями и внешне вот такой зернистый вид, как мы видим на картинке, и границы клеток размыты. Вот так это может выглядеть при окраске по грамму. Обратите внимание, что диагностика производится и постановка диагноза бактериального геноза в том случае, если количество ключевых клеток не менее 20% от всех клеток эпителия. Ну а кроме ключевых клеток мы смотрим на количество лактобактерий, их либо принципиально меньше, либо они полностью исчезают. Мы можем видеть полиморфизм бактерий и отсутствие местной ликоцитарной реакции. Вот это тоже достаточно неплохой признак бактериального вагиноза. Конечно же, были разработаны и системы бальной оценки. Допустим, вот коллега Нуджин постарался и разработал 10-бальную систему оценки окрашенных препаратов. Выделяется три бактериальных морфотипа, определяют преимущественный, оценивают признаки в количестве баллов. И если от нуля до трех баллов, то это нормальное состояние микробиоза на заблагалище. И начиная с 4 до 6 баллов, это промежуточное состояние, выше 7 баллов ставится диагноз бактериального вагиноза. Культуральные исследования для верификации диагноза не используются, а метод амплификации нуклеиновых кислот в качественном варианте не используется, потому что он не информативен. А ПЦР в реальном времени в количественном варианте позволяет определить концентрацию разных микроорганизмов, которые нас в этой ситуации интересуют. Есть наборы определенные диагностические сейчас уже, с которыми мы можем очень спокойно работать, потому что они надежны. Это Femaflor Screen, Femaflor 16, Flora Zinos. Посмотрите, какая высокая чувствительность и специфичность этих диагностических наборов. Показанием к выполнению количественной ПЦР является рецидивирование бактериального вагиноза, подготовка к плановым гинекологическим вмешательствам, предгравитарная подготовка и оценка эффективности терапии по восстановлению нормальной микробиоты. Скрининг может проводиться и должен проводиться беременным с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом перед оперативными вмешательствами гинекологическими и перед введением внутриматочных средств или другими внутриматочными манипуляциями. А в лечении бактериального вагиноза основное направление – это элиминация повышенного количества анаэробных микроорганизмов. И есть определенные показания. Они очень хорошо известны врачам-гинекологам, нашим коллегам. И я хочу подчеркнуть, что, пожалуйста, не надо заниматься лечением мужчин, которые являются половыми партнерами женщин с бактериальным вагинозом, если у этих мужчин отсутствуют какие-либо симптомы. То есть профилактически рекомендовать женщине, пускай ваш муж попринимает вот те же самые таблеточки, а вот этого, коллеги, делать, конечно же, не надо. Каким образом лечатся наши пациентки с бактериальным вагинозом? Есть вариант одноэтапного лечения, когда назначается метронидозол внутринтравагинально или клиндомицин интравагинально. Есть альтернативные схемы применения 5-метронидомидозолов внутрь либо клиндомицина внутринтравагинально. А вот в нашей стране разработан, с учетом многолетнего клинического опыта и отечественного зарубежного, двухэтапная тактика введения пациентов с бактериальным вагинозом, когда на первом этапе производится эрадикация тех микроорганизмов, которые ассоциированы с бактериальным вагинозом, когда PH среды доводится до нужных показателей влагалищной среды, и на втором этапе мы восстанавливаем количество лактобактерий с использованием проебиочков. Вот это общая схема, которая объединяет рекомендации CDC, рекомендации Российского общества дерматовинерологов и рекомендации РОАК, вы ее видите. Вот верхняя часть, обведенная зеленым, это основные и альтернативные варианты CDC, а в правой части, обведенная синим, это рекомендации РДВК и наших коллег Акушинской гинекологической службы. Видите, здесь тенидозол пероз или клиндомицин пероз, либо клиндомицин вагинально. А вот внизу, обведенная красным, вот это та отечественный вариант ведения пациентов двухэтапного, основной и резервной, который с успехом используется на практике. Но, уважаемые коллеги, к сожалению, эффективность использования метронидозола недостаточно велика для надежного использования во всех случаях. Вот посмотрите, эффективность лечения после перорального использования метронидозола через 4 недели не превышает 60-70%. А плюс к тому, что при длительном наблюдении частота рецидива составляет после такой терапии около 70%, конечно же, эффективность подобного рода терапии, она вызывает определенные сомнения, уважаемые коллеги. И, естественно, вот этот вариант двухэтапной терапии появился не просто так, а потому что возникло желание повысить эффективность терапии. Вот видите тот стандартный вариант двухэтапной терапии бактериального вагиноза, который входит в наши отечественные рекомендации. Установление критериев излеченности путем микроскопии проводят через 14 дней после окончания терапии, через 28 дней методом амплификации нуклинов кислот. К сожалению, повторюсь еще раз, что для бактериального вагиноза характерны высокие показатели рецидивирования в течение года после окончания терапии. Конечно же, необходима профилактика этих рецидивов. Считается, что интервагинальное применение того же самого калидомицина способно реально профилактировать длительное в течение месяцев повторное применение этого препарата необходимо. Что касается производных 5-нитроамидозола, у нас на рынке их достаточное количество. Вот здесь перечень тех препаратов, которые доступны, но кроме нитозола его на нашем рынке нет. И я бы хотел обратить ваше внимание, что эти препараты, конечно же, друг от друга отличаются. Но в чем-то они исходны. У каждого препарата есть свои преимущества. Я хочу сегодня немножечко подробнее поговорить про препараты о терминдозол, тиберал и о тех преимуществах, которые есть. С моей точки зрения специалиста, который связан с введением таких больных, очень важным преимуществом тиберала является то, что вследствие особенностей химической структуры и отсутствия ингибирующего влияния на определенные ферменты, цитилдогидрогеназы, у этого препарата нет гисульферамоподобной реакции. И нет того букета неприятных ощущений, которые есть у пациентов, которые принимают метронидозол. Препарат тиберал быстро всасывается, с высокой биодоступностью препарат. И очень важно, что у него достаточно длительный период полуведения, 13 часов, это больше, чем метронидозол в два раза. И поэтому препарат можно принимать один-два раза в день. Это очень удобный компонентный вариант для пациентов приема препарата. Посмотрите, какой широкий спектр у тиберала. И это трихомонады, и это амебы. И вот дальше все то, с чем мы встречаемся в ситуации с бактериальным вагинозом. И у него широкий спектр показаний. Трихомонадная инфекция у мужчины ЖД, анаэробная инфекция, анебиас, лимблиоз. И, уважаемые коллеги, конечно же, когда в клинических рекомендациях есть перечень определенных препаратов, и вместе с тем есть другие препараты, которые не включены в клинические рекомендации в силу ряда причин. Всегда встает вопрос, а вот мы абсолютно обязаны использовать только лишь те препараты, которые поименованы. Право врача выбрать тот препарат, который он считает наилучшим. Право больного отказаться от использования того или иного препарата. Наше право порекомендовать пациенту использование того препарата, который мы считаем более удачным и более подходящим для применения в данном конкретном случае у конкретного пациента. И поскольку у Тибирала есть среди зарегистрированных инфекций, зарегистрированных показаний трихомонадная, анаэробная инфекция, амебиас или лимблиоз, мы можем назначить его во всех этих случаях, даже если его нет в клинической рекомендации. Но для этого нужно сделать одну очень простую вещь. Нужно, чтобы пациент, когда подписывает информированное согласие, подписал и то, что он согласен на применение в его случае вот именно этого конкретного препарата. Препарат пролонгированного действия, я уже сказал, что он принимается по одной таблетке два раза в день каждые 12 часов. Продолжительность его приема может быть различной, но стандартная продолжительность применения – это 5 дней. Я хочу обратить ваше внимание вот на эту табличку, которая показывает, какова эффективность применения орбидозола-тиберала в случае лечения бактериального гиоза, лимблиоза, амебиаза, трихомонадной инфекции в сравнении с другими 5-нитроэмидозолами. И вот эти упорно повторяющие цифры, больше 90%, это несомненный плюс препарата. И обратите внимание на другую строчку. Частота развития побочных эффектов – 9% по сравнению больше, чем 20% при использовании других препаратов. Вот все это делает препарат орбидозол-тиберал препаратом, который очень хочется назначить, потому что пациенты-то должны меньше страдать от тех препаратов, которые мы назначаем. Препарат хорошо проверен клинически, в том числе и при лечении бактериального вагиноза. Вот посмотрите сравнение тиберала и трихопола, которое показывает, что эффективность клиническая и клинико-лабораторная применения тиберала превышает клинико-лабораторную эффективность применения метронидозола, приводит к нормализации лактобацеллярной микрофролоры у большинства пациентов, а у метронидозола примерно только лишь у половины процентов пациентов. Ну и развитие кандидозного вульфогенита после лечения было зарегистрировано только после лишь лечения метронидозолом, а после лечения тибералом такой своеобразный вариант осложнения не был зарегистрирован, что, конечно же, дает преимущество этому препарату. Зарубежные исследования, которые сравнивают использование однократного назначения тинидозола, орнидозола, сикнидозола и метронидозола при лечении бактериального геноза, посмотрите, эффективность 100% сразу после и 97%, практически 98% через 4 недели у тинидозола и орнидозола и 78% у метронидозола. Другое исследование, однократная дозировка орнидозола, тинидозола, женщин с трихомонадной инфекцией, все женщины, которые получали орнидозол, были вылечены, которые получали тинидозол, не 100% из лечения, переносимость была хорошей и в той, и в другой группе. Таким образом, использование оригинального препарата орнидозол обеспечивает не только эффективность, но и высокую безопасность применения этого препарата при лечении разных форм урогенитальных инфекций, в том числе тихомонадной инфекцией бактериального геноза. Что касается беременности, лечения беременности при бактериальном генозе, режим назначения такой же, как и для небеременных. Вот эти варианты двухэтапного лечения бактериального геноза у женщин в первом триместве здесь показаны. Половой путь передачи, еще раз повторюсь, не передается бактериальным генозом половым путем. Скрининга мужчин не нужно. Если у мужчин нет никаких клинических симптомов, лечить их тоже не нужно. Контроль из личности, мы с вами уже говорили, микроскопически через 2 недели и манками через 28 дней. Второе заболевание, которое тоже способно давать клинические проявления в виде выделений, это уже аэробный вагенит. Это нарушение баланса маргинальной микробиоты. Но там тоже снижение количества лактобактерий и преобладание аэробных мегактерий, которые относятся к семейству энтеробактерий. Представляете, здесь другой набор микроорганизмов. И здесь другая клиника. Клиника очень неприятная, яркая клиника, доставляющая женщинам массу проблем. И наличие аэробного вагенита, рискового развития повышается при, опять-таки, определенном наборе признаков, которых тоже нам с вами хорошо знаком. И сам аэробный вагенит является фактором риска для осложнения беременности, родов, зонд, неоплазий шейки матки. Это тот же набор, который при бактериальном вагенозе. Клинические проявления обильные, гнойные, желто-зеленые, с выраженными неприятными ощущениями в области влагалища и преддверия влагалища. Яркие признаки в виде отека эритеми, поверхностных эрозий, даже тяжелая форма при диффузном эксалатинном воспалении, случивании эпителия, симптомы длительного тех женщин сохраняются. В общем, субъективно масса неприятностей. Вот такие клинические проявления, кстати, очень заметно отличающиеся от проявлений бактериального вагеноза. Фазово-контрастная микроскопия нативного препарата – это основной метод диагностики. И товарищ Дондерс в 2007 году тоже предложил свои критерии диагностики и свою больную оценку МАСКа. И посмотрите, начиная с 3-4 баллов при просмотре МАСКа методом фазово-контрастной микроскопии мы уже можем говорить о легкой форме аэробного вагенита. Культуральное исследование не используют, так как оно вообще в принципе не валидизировано для диагностики этого состояния. А метод амплификации нуклеиных кислот в качественном варианте тоже не используют, поскольку не информативен. А вот количественный вариант постановки, он очень и очень здесь нам может помочь. И те же самые наборы в виде фимофлора или флороциноза аэроба для помощи в диагностике этого исследования. Есть определенные критерии диагностики. Наличие клинических признаков вагенита. Больше 10 полиморфно-ядерных лейкоцитов в поле зрения при микроскопии или соотношение лейкоцитов или птиальных клеток больше, чем один к одному. Не обнаруживаются возбудители классических инфекций половым путем и преобладают аэробные бактерии над лактобацилами. Если мы сравниваем бактериальный вагеноз и аэробный вагенит, посмотрите, здесь очень хорошо в этой таблице показано, на что нужно обратить внимание и на какие тесты нужно тоже обратить внимание и их провести, чтобы облегчить эту самую дифференциальную диагностику. Лечение обязательно. Не показано мужчинам, половым партнерам, если у мужчин этих симптомов нет. И, конечно, зацелью лечения является устранение симптомов заболевания и профилактика этой инфекционно-оспалительной патологии после каких-либо манипуляций гинекологических. На самом деле, на сегодняшний день оптимальных схем лечения пациентов не разработаны. Рекомендуются такие препараты, как моксифлоксоцин, цифрофлоксоцин, офлоксоцин, левофлоксоцин. Вообще препаратов этой группы достаточно много и важно правильно выбрать тот препарат, который будет более эффективен и будет иметь меньшее количество побочных эффектов. Что касается местного лечения, оно всегда должно быть назначено, оно помогает, оно ускоряет процесс выздоровления. Вы видите, что набор вот этих средств для местной терапии, он достаточно большой. И поскольку в состав средств, которые назначаются системно, входит левофлоксоцин, я хочу просто напомнить еще плюсы этого препарата левофлоксоцин, который является, по сути, своим левовращающим изомером афлоксоцина. А, уважаемые коллеги, почему так получилось в природе, не знаю, но все левовращающие изомеры превышают правовращающие изомеры препаратов. Это для всех фармакологических препаратов практически показано, поэтому мы должны лечить более активным препаратом, и поэтому вот этот препарат, левофлоксоцин, который настолько эффективен, он должен быть в нашем арсенале, не только потому, что он более активен, потому что у него широкий спектр действий, и он подходит даже для эмпирического назначения. Резистентность к левофлоксоцину до сегодняшнего дня пока что еще не давлеющая в микробном мире, поэтому препарат может быть с успехом использован. В нашей стране он доступен в нескольких вариантах, но вот есть препарат левоксимед, который по цене вполне абсолютно устраивает наших пациентов. Ну и надо сказать, что достаточно безопасен этот вариант препаратов. Ну, коллеги, я, в общем, подошел к концу своего выступления и практически сказал все, что хотел сказать, но хочу сказать еще одно. Мы недолго будем, я надеюсь, жить вот в этой ситуации изоляции, надо надеяться, конечно же, на лучшее, надо надеяться, что карантинная жизнь наша кончится, и что вот эта вот жизнь, такая хорошая, радостная и светлая, и приятная, она все-таки наступает. Это мои фотографии. Я здесь был, я лежал на этих лежаках и получал огромное удовольствие. Я очень хочу, чтобы все мы с вами вернулись вот к этой свободной жизни и возвращаясь к той жизни, коллеги, давайте не забудем, что есть такой прекрасный препарат, как Тиберал. Потому что, когда мы там побываем, к сожалению, к сожалению, наши визиты в страны Юго-Восточной Азии, нередко заканчиваются тем, что мы получаем вот набор вот этих микроорганизмов в свой кишечник. И на самом деле, самый хороший способ диагностики вот этих микроорганизмов, это методы молекулярные. И немного лабораторий это делают, но делают. И особенно, вот обратите внимание, на бластоцисты. Они могут давать, точно стердую клинику вначале, но потом могут месяцами и годами мучить нас какими-то неприятными ощущениями в области кишечника. И обычными стандартными способами мы обычно не найдем этого возбудителя. А вот если мы его найдем, обнаружим, то помочь себе Тибералом мы, конечно, сможем. Потому что у Тиберала, посмотрите, сколько оснований, сколько показаний для назначения этого препарата. Поэтому, уважаемые коллеги, есть хорошие препараты, есть препараты, которые субъективно, прием которых переносится достаточно лучше, чем других препаратов этой же группы, а принимать их в таких ситуациях приходится достаточно длительно, до двух недель. Поэтому будем беречь свое здоровье и получать приятные ощущения, в том числе и от лечения. Спасибо, коллеги.